Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу» и я, ведущая Христына Стэть. Мы подводим итоги 2018 года. И сегодня наша тема – безопасность границ Украины. Как работает биометрический контроль, кого Украина пропускает на свою территорию, а кого нет, насколько защищены границы Украины от контрабандистов и как реализуется проект «Стена» и обо многом другом. Я поговорю с главой Госпогранслужбы Украины Петром Цегыколом. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Ну, собственно, если подытоживаем уже год 2018, и это уже пятый год войны России против Украины, можем мы сказать, что уже за 2018 год работа Госпогранслужбы настолько оточена, что мы учитываем все риски, учитываем всю безопасность, и, собственно, Госпогранслужба работает как часы. Или есть какие-то еще направления, которые надо доработать, что-то поправить, и не все риски учтены? Кристина, вы знаете, как говорится, кто не работает, тот не ошибается. Ситуация в чем, что все-таки, если сравнить деятельность Госпогранслужбы до 2014 года, сегодня это совершенно уже другое ведомство, которое имеет совершенно другие позиции, совершенно других людей. За пять лет войны практически более 20 тысяч пограничников прошли территорию на сегодня ООС, вчера это АТО. И мы говорим, что это уже совсем другие люди, которые готовы к разворачиванию любых событий, которые могут выполнить любые задачи, которые на них будут возложены. Если брать переоснащение службы, то оно произошло очень значительно. Это наращивание и боевых резервов, у нас создано пять боевых комендатур, у нас созданы дополнительные отряды, у нас развернуто морское управление, которое сегодня охраняет, будем говорить, все морские рубежи, начиная от Измаила, заканчивая Мариуполем. У нас развернуты такие специальные подразделения, как Дозор, которые увеличены практически в четыре. Это подразделения, которые сегодня противодействуют контрабанде, не только на востоке страны, а это и на западном участке. Будем говорить, Закарпатье, будем говорить, Буковына, где мы сегодня видим большие таких захвалы действий со стороны контрабандистов, то есть вынуждены применять оружие и так далее. То есть будем говорить, что погранслужба сегодня – это совершенно другое ведомство. И ранее, вот еще несколько лет назад, как только началась агрессия России против Украины, много говорили о очень громком проекте строительства этого проекта «Стена», так называемой «Стены», условно говоря, она уже началась. На каком этапе сейчас это строительство, что происходит, сколько уже построено этой условной стены, потому что там не просто стена, там определенная конструкция, и сколько осталось еще. Когда мы можем сказать, что этот проект уже реализован, и эта стена, она каким-то образом сможет защищать наши границы от агрессора? Ну, на сегодняшний день нам ее освоено за этот период, где-то 400, если память не изменяет, 408 миллионов гривен. Если брать по территориям, на сегодня Харьковская область практически строительство завершено, и начато строительство по Луганской и Сумской областях. Что такое стена? Ну, мы подразумеваем, это не как сама стена, это как интеллектуальная охрана государственной границы, это комплекс инженерных сооружений, это, ну, если расшифровать немножко, это, смотрите, ров шириной где-то 4 метра, глубиной 2,5 метра, вал 2,5 метра высоты, потом идет заградительный забор больше 2 метров с колючкой, соответственно, с обладанными вышками, на которых установлены видеонаблюдения, на которых установлены тепловизионные наблюдения, инфракрасные наблюдения. Эти все, все заведено на центральные пульты управления, и мы практически видим нарушителей, которые перемещаются. Если брать статистику, то именно в этих участках, где уже построено инженерное оборудование, практически сегодня отсутствуют любые правонарушения, потому что преодолеть как и для контрабандистов, так и для групп нелегальных, мы их разом, ее практически невозможно. Понятно, что это не удержит, допустим, танковые колонны или так далее, но я считаю, что проект этот заслуживает для того, чтобы ее достроили. И если раньше это было просто чистое поле, то сегодня четко видно, что это граница Украины. Мы можем говорить о каких-то временных рамках, когда этот проект уже закончится, когда сооружение, стена будет уже достроена, или пока что рано об этом говорить? Ну, почему? По российскому, практически граница с Российской Федерацией, запланировано, что мы его должны закончить до 2020 года. Сегодня есть постановка Кабинета Министров, которая немножко продлела эти рамки и обеспечивает финансирование. Я считаю, что мы в эти рамки вложимся. И вот летом 2018 года, вот по поводу нелегальных мигрантов вы вспомнили, а вот летом 2018 вы говорили об увеличении потока мигрантов в Украину. Вот насколько увеличился этот поток? Откуда пытаются люди незаконно попасть на территорию Украины, какие-то определенные страны? Ну, смотрите, на сегодня нами задержано больше тысячи нелегальных мигрантов. Это где-то процентов на 20-30 больше, чем в прошлом году. Увеличение потока нелегальной миграции идет как на каналах легального въезда. Это через аэропорты, через пункты пропуска. Люди въезжают в Украину, как бы не вынашивая намерений следовать дальше до стран Европейского Союза. Но в самом деле потом теряют документы, пытаются. У них, соответственно, нет виз. И они пытаются проходить уже вне пункта пропуска на западном участке границы. Это Закарпатская область, это Львовская область, это Черновицкая область, где мы их, практически наши подразделения, их задерживают. И, соответственно, передаем уже в миграционную службу, в дворении и так далее. Часть нелегальных мигрантов, это те, которые сегодня, будем говорить, оседлые. Они заехали намного ранее. Это диаспоры, которые находятся, возможно, в Одессе, в Харькове, в Киеве. И уже снимаются и двигаются тоже на запад, ищут лучшие условия жизни. И, соответственно, часть нелегальной миграции идет с белорусского направления, в основном граждане Вьетнама. И это Российская Федерация. Я уже говорил, что мы по Харькову провели очень обширные оперативно-розыскные мероприятия, где задержали 11 организаторов. Эти люди пересекали границу именно на участке Белгородской, Харьковской, Сумской, Курской областей. То есть на пересечении. А если говорить о законном пересечении границы, то какое количество иностранцев, в частности, граждан Российской Федерации, прошли биометрический контроль, пересекая границу, украинскую границу? Вот если о цифрах немножко. Да, но в целом, после введения биометрии, мы снимаем отпечатки пальцев, это с 70 стран потенциального миграционного риска, которые определены. Одна из них это Российская Федерация. Если всего прошло порядка 670 тысяч граждан, с которых мы сняли отпечатки, то граждан России, если мне не изменяет память, где-то 450 тысяч. То есть это большее количество, чем с других стран. И, собственно, для решения каких задач помогло введение этого биометрического контроля, в частности, если мы говорим о гражданах с Российской Федерации, поскольку когда в Украине еще действовало военное положение, там был особый контроль проверки, не всех пропускали. А вот этот биометрический режим на что повлиял и в чем, собственно, помог работникам у Госпогранслужбы? У нас, смотрите, вопрос заключается в том, что наличие обычного паспорта, то есть если гражданин, он мог... То есть спецслужбы могли использовать паспорта, делать их на другие установочные данные для засылки сюда определенной агентуры, в том числе и с стороны агрессора. Агрессора, да. То есть мы наблюдали, что были такие эпизоды, когда мы задерживали смену контингента российского в Приднестровье, когда туда ехали люди, задерживали офицера, который ехал с поддельным украинским паспортом, в самом деле он оказался совершенно другим человеком, планировался туда руководителем вот этого контингента в Приднестровье российской, типа миротворческой. И таким способом, если мы снимаем с него отпечатки пальцем, в следующий раз он уже не может заехать под другими установочными данными. То есть это своего рода позволяет очень жестко фиксировать тех людей, которые едут к нам, будем говорить, с недоброжелательной целью. Хорошо. Если не говорить о России как агрессоре, о украино-российской границе, на каких участках нужно еще усилить контроль? Или на самом деле контроль уже усилен на всех участках, на всех и на восточной, и на западной границе Украины? Потому что, собственно, есть для этого повод, есть агрессия со стороны Российской Федерации, поэтому вы работаете, наверное, в усиленном режиме на всех пунктах. Или я ошибаюсь? Все правильно, Кристина, вы не ошибаетесь. Сегодня практически вся государственная граница работает в усиленном режиме. Смысл в том, что 157 пунктов пропуска сегодня оборудованы тоже биометрическим контролем практически по всему периметру. Это и те граждане, которые, возможно, разыскиваются по Интерполу, те граждане, которые разыскиваются за какие-либо другие правонарушения, они тоже фиксируются. Но если брать не пункты пропуска, а брать, будем говорить, зеленую границу, то на сегодняшний день очень активно проводится борьба именно с контрабандной товаров, то есть экономической группой, будем говорить. На сегодня, с начала года, нам и задержана тока сигарет на сумму более 9 миллионов долларов. То есть эта сумма определена следующими критериями. Практически очень много людей, которые пытаются переместить через государственную границу, в основном на участках Мукачевского отряда, Черновицкого, Чопского, частично Львовского. Допустим, разница в ценах позволяет это делать. Допустим, до пяти раз цена на пачку сигарет выше в Европе, чем в Украине. То есть сверхприбыли. Поэтому контрабандисты идут на такие очень неординарные действия. Вы знаете, что где-то пару месяцев назад у нас сбили офицера, он погиб. То есть при попытке задержать определенную группу контрабандистов. Работаем уже с задержанием, со стрельбой, потому что это иногда это очень большие группы людей, вот как по Черновцах. То есть были избиения личного состава, то есть по 20-30 человек. Поэтому пограничные наряды и оперативный блок сегодня вынуждены реагировать более жестко и учитывая военный стан. А если говорить о внутренней, так называемой внутренней контрабанде, о Госпогранслужбе каким-то образом реагирует? Я имею в виду, если мы говорим о подконтрольных правительству территориях и неподконтрольных оккупированных территориях. Опять же, налажены контрабандные потоки. И каким-то образом вы на это реагируете? Имеете вы к этому отношение? Или этим занимаются другие службы и другие структуры? Ну, сегодня, будем говорить, что тот оперативно-розыскной блок, который существует в Госпогранслужбе, это довольно большое количество личного состава, совместно с нацполицией, совместно с службой безопасности, с ДФС, то есть проводится работа и внутри территории, то есть это работа по складам накопления товаров, то есть это, соответственно, предварительно оперативной информации полученной и так далее. В рамках криминальных провожений, когда мы получаем поручение от следователя, то есть мы проводим обыск, мы на это имеем право, соответственно, уже в рамках выполнения задачи. Что касается неподконтрольной территории, вы знаете, что наше подразделение находится в пунктах контроля въезда и выезда, то есть саму линию разграничений охраняет Министерство обороны в контрольных постах. Ну, здесь мы оказываем тоже помощь в рамках единой системы противодействия. Ну, если уже заканчивать наш разговор, то в контексте внутренней контрабанды о каких масштабах приходится говорить? Вы рассказали о контрабанде, если мы говорим о государственной границе, то, что там происходит, а вот если говорить о том, что пытаются ввести или вывести с оккупированных территорий, эта работа, которую вы проводите, известны вам, понятны вам масштабы вот этой контрабанды? Это меньше намного, потому что через контрольные пункты въезда везутся в основном. Это небольшие партии с сокрытием, допустим, багажники, местное население. В основном на сегодня тоже мы видим разницу цен. Все едут сюда закупать на подконтрольной территории, закупать продукты. Мы видим, что там люди бедствуют, и, в принципе, на все очень большие цены. Поэтому здесь будем говорить, что ввоз идет не с подконтрольной территории, а наоборот, люди закупают товар. Есть определенные нормы, определенные постановы Кабинета министров. Это как бы не совсем наша уже функция. Спасибо вам за этот разговор. Я зрителям напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цегыкал. А я, Христина, остаюсь с вами прощаюсь. Но вы же оставайтесь в ЕТВ, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине. Редактор субтитров А.Семкин